Приветствую, друзья! Получилось, видите, какая берегиня, берегиня. А вот теперь определите, пожалуйста, мальчик там или девочка. Или вообще, ну чудесная картина, мне самому нравится. И всё это благодаря вам, вашим советам, вашим замечаниям, критическим и не критическим, разным. Пишите комменты, потому что мы же тренируемся в коллективном разуме. Это же здорово, друзья! Я вам давно обещал, что у нас будет когда-то мозговой штурм, когда мы этим способом, механизмом коллективного разума будем решать глобальные проблемы человека и человечества. И сейчас хочу сказать, что как раз-таки в пятницу, послезавтра, да, Наташа? Нет, завтра. Завтра уже, да, завтра. В пятницу, 20 часов. Да, почему я говорю благодаря вам? Вот один из моих советчиков здесь находится, Наташа Кузьмина. Вот она меня принудила, вынудила абсолютным тоном, что надо лицо всё-таки сделать посветлее. Я сделал посветлее. Я сделал посветлее. Нет, я другое, я про ребёночка говорю. А, ты про ребёночка говорила? А, и про ребёночка говорила. Ну, ты посмотри, я про ребёночка. Ну, я тогда про ребёночка. И ваши советы там были такие и в Фейсбуке, и ВКонтакте у меня в сетях. И здесь, и здесь были советы, да, как сделать, как что. Кто-то мне писал, ой, картина хорошеет, хорошеет. А ведь это большая поддержка. Это большая поддержка, и мне это очень как художнику, как художнику нравится. Спасибо вам, друзья. И когда я говорю о том, что будет у нас бесплатный ликбез очередной, открытая трансляция, я приглашаю туда всех, всех желающих. Это будет полезный, очень полезный ликбез, как научиться быстро снимать стресс и переводить эту высочайшую из энергии стресса, которая самая доступная для каждого человека, она внутри нас, переводить на создание каких-то произведений, любую трагедию, любое неприятное состояние, переводить в творчество, как стресс-трамплин. Я об этом много раз говорил, и хочу сказать ещё раз, что у нас есть упражнение разгрузка с перезагрузкой, где мы выходим на нулевое состояние эмоциональной дистанцированности. В этом состоянии у нас вместо стресса безмятежность. И мне Любовь Абакумова написала, спасибо вам, написала, что я очень здорово рассказал об этом состоянии безмятежности, и очень доступно и понятно то, что во многих-многих книгах и так далее, статьях каких-то у эзотериков мистифицируют, по-разному обсуждают. А я рассказал просто, что в состоянии безмятежности, когда мы выходим из стресса на ноль, эмоционально дистанцируемся, и там появляется ощущение созерцательности, отрешённости эмоциональной, то по существу мы встречаемся, вот-вот-вот-вот, внимание, состояния с бесконечностью, с безвремением, с состоянием вечности. И в этом состоянии нету границ. Это такое состояние, как я говорил, между стом и бодрствием, нулевое состояние, я много об этом говорил, но Любовь Абакумова, ещё раз спасибо, подчеркнула. Как важно, что я с простыми словами, напомнив людям о том, что они испытывают это состояние постоянно, когда засыпают или просыпаются, вот между стом и бодрствованием, это состояние абсолютной комфортности, защищённости, уверенности. Это состояние, которое называется дефолтным мозгом в современной психологии, а в разных методах по-разному, и нирваны, и так далее, и это состояние в основе всех религий, ведь это состояние достигается путём подбора действий максимально простых для вас и комфортных для вас. простейших действий, потому что метод ключ основан на осознанном использовании инстинктивных действий человека, которые организм его сам генерирует, пытаясь защитить мозг, пытаясь снять лишнее напряжение, чтобы мозг, как компьютер, не зависал на неприятностях, на разных впечатлениях, на манипуляциях, освобождался, поэтому у нас называется разгрузка, а перезагрузка, когда мы там создаём новый навык отношения к миру, к проблемным ситуациям, когда мы на все стрессы, с которыми мы сталкиваемся, начинаем реагировать с плюсом, как помощнику, который нам помогает в первую очередь и который всегда с нами, чтобы решить те вопросы, которые мы раньше не могли решить и задачи, которые были нам недоступны. Это очень важный момент. Вот это состояние безграничности, безмятежности, встреча с вечностью. Потому что там и время другое происходит, и там мы можем за несколько минут набраться столько сил, столько сил, что мы через это состояние не только позволяем себе быстро отдохнуть и восстановиться, освобождаемся от каких-то страхов, комплексов, стереотипов, мы начинаем мыслить. Разум там пробуждается у нас. Поэтому вот я пользуюсь этим состоянием. Я вообще-то такой человек, который бывает, замечтаюсь, задумаюсь. Задумчивый человек. И поэтому у меня есть это состояние. И вы, если иногда задумываетесь, вы попадаете в эту отрешенность. И там вы продолжаете думать над вопросами, над которыми вы в суете думали и не могли решить. А там вы думаете уже в свободном состоянии. Потому что и восстанавливаться, и лечиться, и повышать иммунитет, и создавать, творить. Можно только, когда вы свободны. Да, друзья, до встречи. На Ликбез выходите, всем друзьям своим. Пошлите, что будет там, очень полезно. Пусть все туда заходят, зум будет там сброшен на YouTube-канале. И будете задавать вопросы. Я буду отвечать, и вы там увидите и новые элементы Ключ-2. До встречи. До связи.